Вот так выглядит рейс аэрофлота. Москва-Бангкоп. Ночная версия. Никто не спит. Все смотрят фильмы. О, можно массаж сделать. Прямо в аэропорту. Приехали и все. Массаж. И сразу массаж. Блин, мне так хочется на массаж. После перелета сразу такой опа, расслабончик. Все, мы приехали в Тайванд. Сейчас мы нашли кассу Аэроэкспресса, которая домчит нас до центра Бангкока. И вот сейчас я буду покупать билетик этого Аэроэкспресса. Я не знаю, сколько он стоит. Сейчас я пойму. Два билета. 90 рублей. Вот такие вот жетончики в метро, как у нас раньше были в метро. Ой, не в метро. У нас это жетончики на Аэроэкспресса. Раньше у нас в метро были только эти пластиковые красные жетончики. Кажется, стоило по 45 бат доехать до центра Бангкока из аэропорта. Что я считаю, очень круто и дешево. А вот здесь мы стоим, ждем поезд Аэроэкспресса. Он приедет и откроется вот эти вот дверки. Мы очень хотим поскорее в отель попасть, потому что я в самолете поспала, наверное, полтора часа. А перелет был 7 часов, по-моему, 50 минут. Как-то там не располагало ничего ко сну. Нас постоянно кормили, мы смотрели фильмы, потом чуть-чуть поспали. И вот мы уже в Бангкоке, надо веселиться, а мы спать хотим, поэтому надо быстрее в отель там чуть-чуть поспать, хотя бы пару часиков, и все, видите, гулять. Вот приехал поездик, и мы отправляемся. А что там, там влог, что ли, твой? Вот дверятки у вас вышли, люди, мы сейчас туда зайдем. Такой холодненький вагончик. Хорошо, что я джинсы не переоделаю еще. Все, мы сели, поехали. Сейчас будем мониторить по карте, где наша отель. А я что, не снимала, что ли? Дела шару, что ли, совсем. Надо опустить сюда жетончик и пройти. Все. Мы выходим из метро. Станция называется Макасан. Идти до отеля нам не очень-то и близко, но постараемся дойти пешком, без пересадок. Больше не надо же ходить и дойти до отеля. Мне здесь уже очень-очень нравится. Вот мы вышли из метро, и стало сразу очень сильно жарко и душно. Я думаю, что сейчас я спарюсь в их джинсах. Очень такой влажный воздух. Теплый и влажный. Нам, посмотрите, говорили, что 27 градусов. Сейчас еще утро было, и, видимо, воздух еще прогревается, и будет еще жарче. Хочу уже нормальную одежду переодеться. Эй! Брус, сейчас это как-то плохо закончится. Разбабахаем чемодан. Мне очень нравятся здесь люди. Они такие прикольные. Во-первых, я никогда не была в азиатской стране, поэтому вообще классно быть окруженной этими людьми. Непривычно. Еще мне очень нравится молодежь, как они одеваются. Такие хипстеры. Ну, сейчас очень модно. Это вся азиатская мода. Азиатский сайт, интернет-магазин, оттуда мы все заказываем. Ждем. А здесь все, вот, можно это купить просто в свободном доступе, выйти и купить все эти прикольные азиатские шмотки. И еще у молодежи, у всех Apple, 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 iPhone, iPad, все в гаджетах. Еще был мужик с Samsung. Так, я подтопила, что смогу упасть. Вот мы не удержаемся, не дошли до отеля и решили попробовать фруктик. Позавтракать фруктиками. Да. Вот мы купили такой мешок папайя и манго. Все это получилось на 50 рублей всего лишь. Я даже не знаю, сточим ли мы это за раз, но я думаю, сточим. В общем, уже очень рада. И то, что сейчас попробую фруктики, только приехала и уже полакомлюсь за такие копейки манго и папайя. Надеюсь, что они будут вкусненькие и сладкие. Скорее, дорога к отелю вела через Майдан. Ну, и как бы мама говорила, обходить стороной массовые мероприятия, митинги, Майданы. И вот мы идем к отелю через Майдан. Вот палаток очень много. Есть много подпишек. Ну, все спокойно, мирно, конечно, ничего не предвещает бури, но все равно, конечно, забавно. Только приехать в Бангкок и прям сразу же попасть в движуху. Мы пришли в наш номер, ура! Мы так долго шли, и я, честно, очень перекрылась. У меня натерли ногу мои босоножки. Вот я показываю ванну. Ну, здесь все достаточно простенькое, но очень чистое. Здесь прям, как сказал Руслан, когда вошел сюда, пахнет чистотой. Вот здесь у нас такой своеобразный мини-бар с Джек Дэниелсом и лодкой столичной. Водичка, орешки. Вот тут еще кое-что имеется. Сельф, кстати, есть. Это хорошо. Холодильничек, что там? А, что-то миленький тут. Шоколадки какие-то. Ну и вот сам номерок. На фотках, конечно, был покруче, но в целом очень даже неплохо. Что это? Нам всегда везет с видом. Не, ну, там еще неплохо высотное здание, а вот это вот какое-то болото какое-то, да, Русик? И, кстати, только сейчас обратила внимание, здесь какая-то стена. Я понять не могу. В общем, окно представляет собой вот эту часть. Сейчас я далека покажу. Вот, вот так вот. И по низу вот такая вот линия. Руслан объяснил мне, почему так выглядит окно, потому что я вспомнила, оно внешне выглядит такими прямоугольничками подсвеченными, вот все в стиле вот так. Поэтому здесь такое окно. И смотрится, кстати, классно, потому что вот здесь прямо около ножек окошко. Мы с Русланом зашли в супермаркет купить. Что купить? Местный Рэдбул. После долгого перелета хорошо было выпить местного Рэдбулечика, поговорю. А мне? Мне тоже надо один попробовать. А какой вкусный. Вместо того, чтобы поехать на Тук-Туки, мы с Русланом решили поехать на метро, вот купили билетики. Потому что Тук-Тук-Мэн нам сказал стоимость 500 рублей. Другой сказал 250. Ну, что-то как ты думаешь? 500 рублей, это вообще-то доехать из соседнего города. Так что дороговато. Да, поэтому мы решили попробовать на метро. Я не знаю, куда он меня везет. Давай, допускай. Потому что, в принципе, очень много вокруг всяких классных мест, но Руслан же был здесь, и то место, куда мы сейчас едем, оно у него ассоциируется с его приятными воспоминаниями, и мы едем туда потусоваться, посмотреть. И еще он хочет там вечером покушать. Метро у них наземное. Не подземное, как у нас, а вот здесь. Мы поднимаемся наоборот на эскалатор, и вот вижу дверь. Нам туда надо? Я боюсь. О, мы успели. Да, Русик? Малый. Паш, нравится тебе в метро тайский? Да. Ой, я хотела подержаться за поручень. Прозрачный. Ну, он существует. У него вот здесь поручень, а его. Прикольное наземное метро. Здесь, правда, очень холодно по сравнению с улицей. Но все очень цивильно. А людишка тебе нравится? Да. У них у всех есть пакетики с едой. Поэтому они мне особенно нравятся, потому что я люблю еду. Они везут все домой покушать, покупают там на улице и везут в семью. Они хорошие всем. Да, они улыбаются. Правда, один хотел с нас 500 рублей взять, так сказать, но его тоже можно понять. Вдруг мы с тобой богаты, и приехали из Европы, нам вообще пофигу, сколько платить. Человеку счастье было бы. А мы обычные русские туристы, поэтому не повезло чуваку. Мы сейчас в метро и видим вот такую сцену. Позади Винни-Пуха чуваки занимаются спортом, единоборством. А вот еще местный колорит, множество, множество проводов. Я до сих пор не понимаю, почему так много проводов. А вот еще местный колорит, обжарпанные дома. А вот местный колорит. Местный колорит Берсик. Бешеное движение Бангкока. Все едут как ошпаренные. Вот, вот, смотрите, какой симпатичный розовый автобус. Смотри, какой красивый автобус. Мы пришли кататься на лодочку. Вот она. Где-то в абсолютно нетуристическом месте. Здесь был такой тоже нетуристический местный рынок. На нас странновато смотрели, но с позитивом. Вот, и сейчас мы сюда сядем и прокатимся. Берсик сейчас оплатит. Нам покажут здесь свободные места. Вон там, в самом начале. Мы и Связка Бананчиков отправляемся в путь. Путешествие на лодочке. За 20 рублей всего на двоим. А в центре, интересно, столько же стоит лодки? Ну, если именно туристический, то да. Ну, это же не туристический. Это не местный. Это просто местная лодочка. Они как на маршрутке едут домой с хавчиком такие. Тут многие живут прям на канале. И мы такие вписались опять. Я ем банан. Да, я не могу. Здесь можно есть постоянно фрукты и вообще не хотеть кушать. Нравится? Да. Мы ем бананчиком. Здесь банан в помаде и вазюковом. А себя всю из вазюкового банан. Хватили еще пацанов. У меня какая-то шуткая вонючая остановка. Бегом отсюда уплываем. Быстрее. Ты у меня сейчас обратно банан полез. Это как канал Ильинец. Они их тоже в теплую погоду попахивают. Вон там шутка. Вон шутка. Винам, да. Деревья в кормят слоников. Что, Наташка, сегодня будешь кушать, да? Да, если завтра слягу с заворот кишком, который мне показала мама, это ты виноват, да. Я хочу все попробовать. Там такой выбор огромный, что у меня не хватит пузика на это все. Даже самое противное что-то. Просто неинтересно, что же они такое жуют. Я хочу попробовать супчики всякие, которые они в пакетах продаются. Хочу попробовать то, что попахивает странно. Там просто некоторые, я прям полю, что она 100 пунктов вкусная и привычная. Да, а штука очень такое. Она запипитная. Умный вид сделает. А мы только что рыбок видели. Что стало случилось? Ну, потому что мы стоим на остановке около мусульманского храма. Уже темно. Ну, я не знаю, церковь, храм, что это тут? Мусульманская церковь. А что, не бывает? Мусульманская церковь. А что такое? Короче, здесь не летели комары, ящерицы. Ты что, Наташа, типа, тп что ли? Вон котика иди потрогай. Пойдем, он лишайный, он крутой. Не надо, друзья. Давай мы все... Смешно, котару. Сорок укол в живот. А Наташа сказала, что если трогать котика, то сорок укола в живот. Ну, нет, ну я шучу. Смотри, он уже кого-то ест. Просто ему дали что-то покушать. Он смешной, смотрите. Что ты убежал? Руслан, он подавился. Господи, Руслан пугает тайских котов, они давятся едой. Тайский кот. Руслан, он реально подавился. Да он не подавился. Кошка. Находимся на остановке лодочной, которая выглядит вот так. Вот здесь, значит, мы наблюдаем Руслана и закат. Ну, лучше всего здесь смотреть на Русика. Ну, главная проблема не в этом. Проблема в том, что меня искусали комары очень жестко. То, что на потолке сидит ящерица и не одна. Проблема ящерицы, которая на потолке сидит. Нет, но самая главная проблема, что мы здесь стоим, я не знаю, где мы находимся, и нифига не приезжает лодка. И она не приедет нифига за нами, потому что мы будем... Наташ, у нас проблема на потолке ящерицы. Нет, проблема не в том, что на потолке ящерицы. Проблема в том, что она там не одна. Я никогда не видела ящериц, мне тоже от этого некомфортно. Серьезно ты не говоришь? Нет. Какие-то бегают тут. Меня всю искусали, они повсюду. Я боюсь, что это какие-нибудь малярийные комары, лихорадки ДНГ. Я не знаю, что-то страшно. У меня все ноги чешутся, и никакой мази с собой нет. Здесь уже сверчки запели, звезды на небе появились, а нашей лодочки все нет и нет. Я вообще не знаю, где мы находимся. Ладно, будем ждать. Надеюсь, что он скоро приедет. Мы увидели, что кошечка бежит зачем-то, и сейчас подошли проверить, посмотреть, что это. И кажется, она охотится на огромного зверского паука. Мне еще страшнее здесь находиться стало. Потому что я боюсь всякой... Дом маленький, смотри. Да у меня ничего не фиксирует. Мамочка, вам будет страшно. Кот забивай на эту тему, гиблая какая-то. Какой он огромный вообще. Хочешь скушать такого киса? Нет. Ну почему? Сейчас набросится на меня. Я побегу, сейчас как ошпарленная остановка тогда, если он подойдет за мной. Сейчас котик, мне кажется, уже меня скушает. Я чувствую везде опасность. Меня надо сосуды уезжать быстрее. Руслан, пожалуйста. У меня паника какая-то уже началась. Ест паука. Господи, мой мир не будет прежним никогда. Кошка ест паука. Что это вообще за тюрьму? Убила паучка. Только что он живой, бегал такой. Главное, и ест, и боится одновременно. И ест, и боится. Собственно, что я и говорила. Наташа, что случилось? Руслан завел меня, не пойми куда. И лодки здесь больше не есть. Вот только что два дядечки нам об этом пытались сказать. Они сказали, финиш. А здесь, между прочим, кошки пауков едят. Сейчас они через пять минут уже и людей начнут есть. Поехали отсюда. Я очки одела специально, чтобы разглядеть, как кошка ест паука. Культурное просвещение сегодня у меня. Давай, Русик, ищи как-нибудь отсюда выбирать. Пойдем. Сегодня у нас день шпажечек. То есть мы кушаем всякие штучки на шпажках. А завтра хочу попробовать местные супы, которые продаются в пакетиках. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok